Данное событие вызвало большой резонанс в обществе. На место раскопок тут же прибывали разные новостные телеканалы и информационные агентства. Дело взято под личный контроль председателя Следственного комитета Бастрекиным Александром Ивановичем. А теперь давайте вернемся к памятнику венгерским военнопленным. Каким образом оказалось, что памятная остелла стоит на месте нацистского лагеря? Выяснилось, что после освобождения Волосова от нацистских мучителей Советская власть разместила в лагере тех самых выигрышев, которые еще вчера издевались над Советским народом. Данный лагерь отнименовался как 31-е отделение лагеря 339. Естественно, без смерти в лагере тоже не обошлось. Хотя, по воспоминаниям очевидцев, военнопленные немцы не так уж и плохо себя там чувствовали. И даже более того, многие из них могли свободно покидать территорию лагеря. Но всех умерших в лагере хранили тут же в двух шагах от лагеря. На этом месте сейчас располагаются садовые участки с сарайами жителей Волосова. По документам администрации территория проходит как кладбище, на котором закоронено 6 национальностей. Австрийцы, венгры, немцы, французы, чехи, эстонцы. Вся эта история с концлагерем Волосова и предутанковым ругом была практически предана забвению. Но по счастливому сечению обстоятельств нам все же удалось раскрутить этот маховик бюрократии, сдвинуть глыбу противостояния властей с места и довести их все до логического справедливого конца. Хотя назвать это концом в истории еще нельзя. Возможно, это только начало. Поскольку, если ориентироваться на архивные документы жертв концлагера ДУЛАР-102, 9 тысяч человек. Где они все? Находятся в Орве? Или же таких захоронений не одно? Говорить пока рано. Впереди большая, туда емкая работа. В заключении всего выше перечисленного мне бы хотелось рассказать вам еще одну историю, которую мне поведала Лидия Анатольевна. После войны на месте протитанкового рва, ближе к дороге на Извару, стоял огромный березовый крест, рядом с которым стояла табличка, на котором было написано «Мы сами рыли себе могилу». Время шло, совхоз разрабатывал поле, ров исчезал, березовый крест сгнил, табличка куда-то пропала. Так уходила, но не ушла в небытие история тысяч невинно убиенных душ наших соотечественников. Вновь было принято решение восстановить историческую справедливость. И вновь, пройдя через жернова бюрократии и отбившись очередного разрешения, установить большой шестиметровый памятный поклонный крест из металла и двумя гранитными плитами с описанием, который со дня на день займел свое почетное место на нашей многострадальной земле, как напоминание над ней живущим о той трагедии, которая никогда больше не должна повториться. Спасибо.